И вот очень часто встает, кстати, такой вопрос, что на работу ходить в чем понятно, а потом выходные в обычных джинсах в каком-то там первом попавшемся свитере, да, то есть в этом мало стиля. Не говорю о том, что джинсы это не стильно, да, то есть все зависит от того, как вы это комбинируете. Но вот такой костюм может стать прекрасным решением как раз-таки, да, если вы не работаете в офисе, у вас нет каких-то таких моментов в жизни, когда вам нужен английский костюм, купите вот такой, да, и он мягкий, он комфортный. И вы будете выглядеть действительно стильно, даже если вы наденете вот эту верхнюю часть, которая как раз-таки похожа на бомбер, и здесь будут просто даже джинсы с такими же ботильонами или какими-то модными кроссовками, уже здорово. Эти брюки вы можете носить и с обычным трикотажем, и с какими-то худи, да, такие, которые называются в простонародье кенгурушки или толстовки, свитшоты могут быть, да. Опять же, вы берете с собой один костюм, его дополняете несколькими вещами, и опять же, базовый гардероб может быть, то есть, вы понимаете, да, базовый гардероб пластичен к вашему образу жизни. Сейчас уже очень сложно представить магазин или какой-то такой современный гардероб без вот такого классического пиджака, да. В чем разница между жакетом и пиджаком? Жакет – это укороченная модель с выточками, да, такая более приталенная, вот такой на манер мужского, невозможно назвать жакетом, это женский пиджак, который, опять же, приходит к нам из мужского гардероба, становится сейчас базовым предметом, лишенный, опять же, какого-то сложного конструктива, декора. Это то, что мы можем носить, вот посмотрите даже на нашу картинку сейчас, да, то есть, мы обычно представляем это с джинсами, с брюками, но вот, например, с такой интересной асимметричной юбкой, с ботильонами, посмотрите, какие вещи все очень простые, простые ботильоны, просто они серебряные, юбка, да, то есть, нет ничего такого супер-мега сложного в ней, но все это вместе смотрится современно, классно, вас хочется рассматривать. Далее, этот пиджак вы сможете носить с джинсами и с какими-то яркими водолазками, с рубашками, футболками, это могут быть принтованные футболки, обратите внимание, что очень на многих пиджаках, такой в мужской стилистике, здесь есть нагрудный кармашек, часто он функциональный, он зашит, бывает, да, таким техническим швом, вы его распарываете, покупаете платок, который называется платок паше, продается в мужских секциях аксессуаров, и засовываете вот сюда его, да, дополняя свой образ таким интересным аксессуаром, немножко более интересно и нестандартно, чем там колье, броши, да, то есть, непривычно еще, и еще такая тема, ну да, то есть, не на каждый встретишь. Представьте, что здесь мог бы быть яркий, например, платок паше, да, то есть, это платок маленький, который кладется именно в нагрудный карман пиджака. Вот такой блейзер, да, то есть, уже более сложная стилистика, посмотрите, какие здесь активные плечи, здесь очень такой интересный крой, то есть, это пиджак, если пиджак вы можете носить нараспашку, за его можно закрыть на пуговицу, застегнуть его, можно перехватить ремнем тонким или широким, здесь вы не сможете его носить никак, кроме, как вы видите на экране, да, то есть, сложные пуговицы, похожие, опять же, на военную стилистику, в стиле милитаре, да, вот только можно застегнутым варианте носить, а значит, вещь не базовая, потому что очень акцентные пуговицы, такой уже более сложный крой, не по всякому, да, нет такой вариативности, нет такого, да, вот как в предыдущем пиджаке. Вот такой крой жакета очень часто встречается в гардеробе клиентов. Для девушек, например, типа округлых и маленького роста, у которых очень активная зона галифе, например, или очень-очень компактные пропорции, в принципе, такие жакеты оправданы, потому что они проходят выше линии бедра, они переносят наверх акцент, расширяют плечевую зону, то есть, делают все то, что нам нужно для округлых. В принципе, конечно же, они смотрятся чуть более, так, знаете, прилежно и чуть менее интересно, чем если мы возьмем пиджак такой, больше в мужской стилистике. Но в целом имеет место быть особенно в строгих дресс-кодах, где даже порой синий костюм с современным кроем пиджака более свободным воспринимается скептически, да, то есть надо смотреть еще на то, как вообще одевается ваше руководство и окружение. Совершенно потрясающая вещь смокинг, которую вводят в моду Yves Saint Laurent, который ввел в моду большую часть всего того, что мы с вами носим, да, вот именно в таком классическом прочтении, именно в бренда Yves Saint Laurent, конечно, для многих базовым не является, потому что здесь очень ярко выражены лацканы, атласные, здесь очень ярко выражены атласные пуговицы, которые всегда будут такими же из материала того же сделаны, что и сам лацкан, да, то есть вот такой атлас, вечерний характер, чаще носятся в закрытом, застегнутом состоянии, в принципе, это не обязательно, можно как бы, да, и открыть. Но, если вы личность, работающая в творческой среде, если вы девушка, которая ходит очень часто на кицетские приемы по работе, это могут быть какие-то встречи, да, на таких каких-то коктейльных даже мероприятиях, и для вас это может стать и базовой вещью тоже. Ну, например, если вы визажист, стилист, художник, модельер, ну, какие-то такие, да, творческие, визуальные профессии, может быть, вы работаете в галерее, или у вас как-то работа связана с какими-то такими более творческими направлениями, посмотрите, этот смокинг может стать для вас базовым элементом гардероба, потому что, в принципе, простой крой, здесь нет очень ярко выраженной фурнитуры, да, у него есть определенная вечерняя стилистика, но, надев платье на бретельках, тоненькое, такой в белевом стиле, и сверху добавив этот смокинг, и добавив туфли-лодочки, вы совершенно спокойно идете на какое-то советское мероприятие, которое все-таки подразумевает деловые переговоры, потому что сам по себе образ пиджака – это структурирующий вас образ, это образ, приходящий из классического гардероба, а значит, он все равно имеет такую немножко более деловую направленность, он собирает образ, да, не позволяет платью легкому быть слишком расслабленным, не всегда это уместно. Более того, вы можете надеть это костюмом, да, это будет иногда даже выглядеть более эффектно, чем вечернее платье. Последствия это можно носить с джинсами, да хотя бы с драными, с какими угодно, можно с клепками, можно носить обычные синие джинсы, дудочки, дополнив, знаете, вот в современной моде, есть такое явление, называется сочетание роскоши и простоты, да, mix and match, опять же, да, вот эта вот вся мешанина, эклектика. Что можно сделать? Джинсы, дудочки, можно даже с легкой такой, да, такие чуть драные с клепками, а, например, футболка совершенно простая, да, то есть на ней может быть написано хоть rolling stones, она может быть серой, с какими-то надписями, вообще не связанными с вечерними мероприятиями, и вот такой пиджак, да, смокинг. Вот это сочетание роскошного смокинга и совершенно простых джинсов с футболкой будет смотреться остро модно, и поэтому эта вещь может быть частью базового гардероба в том случае, если все-таки ваш образ жизни не совсем строгий. Кардиган, мы уже говорили о нем, палочка-вручалочка в нашей стране, потому что, да, нам очень часто, когда нужно снять, надеть в зависимости от отопления, да, регулировать свою температуру, обратите внимание, что кардиган свободный, дарящий вам свободу в движении, мягкий, его можно носить, хотите с платьем футляр, хотите с джинсами, хотите с юбками какими-то карандашами, с туфлями-лодочками, его можно перехватить тонким ремнем, можно широким ремнем, да, лишенный сложного конструктива, лишенный сложных элементов, не обтягивающий вашу фигуру. Кстати, вот когда вещь не идет в облипочку по фигуре, да, не каждая выточка прилегает к вам, чем еще хорошо? Это тоже дарит свободу вашему базовому гардеробу и делает его, кстати, более базовым, более таким гардеробным конструктором, именно когда есть свобода. Почему? Потому что когда вещь свободная, вы можете ее моделировать сами, в зависимости от того, что вы задумали. Захотели притальный силуэт? Приталили. Не захотели притальный? Не приталили. Захотели закатать рукава до локтя? Да, пожалуйста, широкий отворот. Захотели брошь сюда приколоть? Прикололи. Не надо покупать вещь, к которой пришита что-то, какой-то декор. Вы не сможете его потом, да, поменять по своему усмотрению. Вы не сможете добавить кальевы, не сможете добавить серьги какие-то, возможно, да. Вот такое вот нейтральное настроение, да. И поговорим немного с вами про плечевые изделия, куда войдут у нас и платья всевозможные, да. То есть вот тут есть некая рекомендация приблизительно, что может быть в вашем гардеробе, но она совершенно необязательная. Итак, у вас может быть притальное платье. Ну, здесь как бы, да, вот я бы не отнесла его к базовым вещам. Почему? Потому что вот такое притальное платье, я бы не отнесла его все-таки к базовым вещам. Почему? Потому что, во-первых, оно очень, да, обтягивает фигуру, а значит у нас нет возможности его как-то моделировать. Оно могло бы быть базовым более, если бы на нем не было такого яркого декора. То есть мы сюда не каждый пиджак можем сверху надеть, мы можем не каждый кардиган сюда сверху добавить, да. То есть что-то одно, а поскольку оно и обтягивающее, и принтованное очень ярко, то оно все-таки такое уходит в разряд более стильных вещей, о которых мы еще поговорим попозже. Платье-рубашка – это просто супер инвестиция в ваш гардероб. Могу петь дифирамбы этим платьем просто бесконечно. Почему? Потому что это не просто платье. Здесь очень большая вариативность. Это вот однозначно базовая вещь, она может быть в любом цвете, из любой ткани. Давайте перечислять, что мы можем с ним сделать. Первое – носить его ровно, как на картинке. Второе – когда вы видите тканевый пояс на вещи, мы просто его меняем на любой кожаный. Он может быть, кстати, вот в желтом цвете, можем в таком расслабленном варианте добавить сюда и плетеный какой-то ремень, да, такой похожий на соломку или просто плетеный кожаный. Дальше мы убираем ремень, закатываем рукава, распахиваем это платье, и это превращается в летний плащ. Мы носим его просто с брюками и топами, накинув сверху, добавив шарф, какие-то колье, да. Берем его с собой в отпуск. Оно у нас работает, опять же, как платье. Мы можем сюда добавить кеды, мы можем добавить серьги и красивые босоножки пойти на вечеринку. Мы можем взять шорты очень короткие и топы сверху накинуть, как накидку. И вот эта игра в многослойность тоже дает интересного звучания вашему комплекту. Ну, то есть тут много вариантов, да, то есть платье-рубашка это практически мастхэр. А женщинам с очень активными бедрами ярко выраженное галифе. Женщины-дипажей фигуры округлой, которые стесняются своих беден, стесняются зоны галифе, не могут носить джинсы скини, брюки очень обтягивающие, юбки-плессировки, возможно, стесняются. Что мы делаем? Мы превращаем это такое платье, не обязательно, кстати, такой длины, но может быть и до бедра, и превращаем в накидку, и мы перекрываем зону галифе, просто носим ее с брюками, да, то есть добавляем многослойность, вытягивая вертикалью свой силуэт, да, то есть вообще забываем про эту проблему, носим и джинсы скини, и все, что вам нравится. Платье-комбинация совершенно здорово работает на разные случаи жизни. Я бы однозначно назвала это платье базовым, еще более базовым оно будет, если на нем не будет кружева, но здесь есть риск. Да, платье базовое, но если у вас четвертый размер груди, и вы в 50-м размере, в 48-м, объемная грудь, это будет смотреться вульгарно. Бельевой стиль сам по себе все-таки чаще всего, да, подразумевает девушку худенькую, если вы, да, будете даже вот в интернете искать бельевой стиль, это выглядит хорошо в повседневной жизни, я не говорю для фотосессий, когда нужна такая нарочитая сексуальность, то есть когда мы хотим увести его все-таки в повседневный способ носки, это все-таки платье на девушках худеньких, с небольшим размером груди. Если же все-таки очень хочется пробовать, да, то я бы его обыгрывала, то есть, например, как его можно носить? Сверху можно носить в повседневность платье, точнее рубашку джинсовую, просто закрыть ее, можно под пояс объемную, можно белую рубашку объемную сверху, под пояс без пояса. Можно нашу любимую косуху сюда добавить, можно смокинг, можно пиджак в клеточку, обувь тоже может быть разной. Добавляем пиджак в клетку, добавляем мужские ботинки на шнурках какие-то, да, пиджак немножко в мужской стилистике, например, ботинки в мужской стилистике, а платье добавит женственности, такое соединение инь-янь, да, то есть то же, что присуще современной моде, очень часто сочетание мужского и женского в одном комплекте. И здесь можно надеть объемный теплый свитер сверху, да, чтобы увести его в зимнюю капсулу, да, то есть капсула у нас может быть еще привязана к времени года. И, например, добавить все-таки более объемные грубые ботинки, которые уравновесит вот этот объемный свитер. То есть платье, которое давит вам как комбинаторику, да, чем базовая вещь хороша? Она максимальную дает комбинаторику. Платье-свитер. И вот, в принципе, сама идея для таких людей, как мамы с детьми, кто ведет активный образ жизни, много путешествует, гуляет, любит гулять, ходит на лыжах, да, то есть едет на горнолыжные курорты, это платье супер незаменимое. Но оно бы было базовым в том случае, если бы здесь не было такого яркого акцентного рисунка. Мы его можем носить поверх джинсов, без джинсов, с разными колготками, на кожаные леггинсы, да, то есть тут варианций, в принципе, много, но его не базовым делает рисунок, потому что у нас уже все связаны руки, да, то есть мы не можем тут очень много вариантов придумать. Платье-сарафан. Вообще сарафаны вернулись к нам в моду где-то несколько лет назад, и, в общем-то, никуда не собираются выходить из моды, потому что это удобно, это понятно. Опять же, сарафан нам дает возможность играть в многослойность, да, и вот тут такой момент, да, вот как раз часто спрашивают, что носить с платьями без рукава. Это и есть платье без рукава. Посмотрите, здесь надето, да, девушка надевает его на водолазку с укороченным рукавом. Вот как раз-таки сарафан может быть, кстати, кожаным, он может быть джинсовым, он может быть любым, в зависимости от вашего образа жизни и сферы, куда вы в нем собираетесь ходить. И вот, пожалуйста, надевайте его на рубашку, на водолазку, на футболку, да, и вот тоже будут рождаться такие разные сочетания. Базовый, абсолютно прямой, простой, лаконичный, без сложной фурнитуры. Конечно же, у каждой девочки должно быть свое красивое платье, да, то есть мы не можем вообще в гардероб покупать только все строго функционально. Обязательно у каждой девушки, у каждой женщины должно быть красивое какое-то нежное платье. Например, вот такое, как наши картинки. Ну, я думаю, психотипы, мы понимаем, что это романтик, скорее всего, да. А для кого-то даже вот такое платье может быть коктейльным, хотя оно, конечно, более строгое, но в любом случае это платье тоже может быть. У классиков, например. У романтиков с драматиками может быть вот такое платье в пайетках. Кстати, тоже такой момент, да, мы говорили о том, что в современной моде очень много сейчас сочетаний роскоши и простоты. Добавьте сюда кеды или кроссовки или ботинки на шнурках какие-то высокие, добавьте сюда сверху косуху или добавьте сюда сверху белую объемную рубашку в мужском стиле, и, пожалуйста, дальше это платье вы просто продолжаете носить в обычной жизни. Идете в этом в киноле, на день рождения, на вечеринке. То есть как раз те самые платья, которые все покупают на Новый год, потом возникает вопрос, что вообще со всем этим делать, куда это все девать. Могут быть более спокойные для таких типажей, как романтик естественный, естественный с классиком, может быть даже гаминам можно такое предложить, добавив различный аксессуар. Здесь у нас соломенные, такая сумочка, это больше такой, конечно, романтик естественный. То есть у каждого из нас должно быть платье, которое не обязательно носить каждый день. Оно однозначно не базовое, но оно будет, конечно же, дарить нам ощущение праздника. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова